сегодня мы пригласили в гости настоящую лису раз уж у нас речь уже идет и идет о лисах мы пригласили настоящую лису и его замечательную хозяйку лису зовут арс это обыкновенная лиса чернобурка беломордый беломордый вот и чудесную его хозяйку которая сегодня нам расскажет об особенностях содержания лист в квартире да обыкновенных лист тоже держит в квартире и это тоже такое себе удовольствие вот поэтому сегодня будем говорить об больших я елизавета это ли сарса он у меня находится в районе по полутора лет то есть ему весной будет два года как он у вас появился я его купила на звероферме через подругу то есть мы вместе поехали на звероферму и собственно выбирали из нескольких щенков и покупали тех кто понравится почему решили завести лесу откуда вообще такая идея ну лис уже довольно давно содержит дома в том числе если лисы которые из новосибирского института цитологии генетики где ведется эксперимент по тому как и домашнивался волк то есть решили этот эксперимент сделать на лисах потому что они уже давно содержатся на зверофермах и привыкли к условиям неволи да насколько я слышала там вообще какая-то линия ручных цветных лис уже выведена ну на самом деле они но они отличаются от зверофермы по поведению но опять таки тоже смотрят какой то есть да там гораздо больше пакет документов что это хорошо но это тоже самое по факту звероферма клетка метр на метр и животных отдают от 6 месяцев то есть животные не приучено не к лотку не к поводку не к процедурам виде там стрижки когтей и так далее ну что накладывает свои сложности поэтому лично я от новосибирска отказалась а по каким признакам вы выбирали щенка на звероферме максимально спокойного то есть тот кто спокойно относится к рукам ну по цвету я такого цвета хотела тому больше двадцати разных расцветок поэтому можно было выбрать на любой вкус и цвет расскажите пожалуйста как вы содержите его дома чем он питается он питается мясом мясными субпродуктами то есть мясо это 50 процентов мускульные субпродукты в районе 17 процентов и костная составляющая там шеи головы это 10 процентов и остальное это овощи отруби витамины кисломолочка яйца то есть это натуральный сбалансированный рацион ну лесу можно содержать на сухом собачьем корме но это корм должен быть хорошего класса достаточно мясной по составу ну то есть не там не чапи не педигри не роял проплан ну то есть не такие не премиальные корма выше то есть хорошие холистики да а как обстоят дела с приучением к лотку куда он ходит в туалет он конкретно входит и в лотки и в клетки у него две клетки стоят на лоджии и он ходит туда в туалет но поскольку например вот с осени начинается гон и по природе родители отселяют своих лисят со своей территории то начинается разметка территории и фермерских лис это тоже касается к сожалению соответственно он начинает метить и вместе с может как дома так и на балконе и на улице то есть это и применимо и к самкам и к самцам а получается он большую часть времени живет на лоджии да расскажите пожалуйста про особенности содержания лис относительно температур но лисы животные сезонные также их поэтому и разводят на мех что лис есть зависимость в том числе выделение гормонов от длины светового дня и от температуры на улице соответственно леса лысенькая летом и пушистая зимой и если содержать лесу в квартире то соответственно зимой включают батареи леса начинает линять мы для гормонов это тоже не все очень хорошо сказывается потому что у них тоже вот приверженность тому же гону это зима период размножения и если это другая температура другой световой день в виде искусственного освещения то теоретически могут быть проблемы пока точных исследований именно в домашних условиях этого нету но условия звероферму добивались того чтобы у лисы гон был два раза в год изменяя световой день и температуру но как бы для лисы второй гон был губителен то есть они вот именно что родить могли но вы кормить уже нет потому что они от этого погибали в общем двойной гон губителен но и отсутствие гона тоже плохо сказывается ну да потому что как сказать если собака животное домашние и у него плюс-минус не зависит от времени года период размножения там стечки и так далее как и у кошек то у сезонных животных это все довольно серьезно а что относительно взаимодействия с вами вот насколько он ручной насколько вы можно считать ручным или неручным ну кому не он полностью ручной если посторонний человек подойдет ну и соответственно меня не будет рядом то теоретически как и любое животное там испугавшиеся может укусить то есть не каждую собаку можно погладить без разрешения хозяина и без присутствия что уж говорить о скажем так более диких вариантах если я ему кого-нибудь дам на руки то но без проблем он будет спокойно сидеть что у меня что они у меня вот так же спокойненько то есть он терпит это потому что это делаете вы ну да как фенек да примерно как фенек ну есть разные лисы которые и относятся более адекватно ну как сказать более ручные к людям к посторонним в том числе но раз больше любит животных чем людей а какие у него отношения с животными но он любит кошек он любит собак причем он лучший друг собак на районе а так с другими животными проб не пробовали знакомить ко мне приезжала норка два дня передержки было перед центром реабилитации ну попытался он его съесть в общем если подвести итог вместо лотка двойная клетка много работы по приучению к туалету и при этом все равно будут так или иначе метки дома особенности по температуре достаточно сложные рацион и я понимаю вам наверное нравится жить вашей лисой но как бы вы для наших подписчиков охарактеризовали вообще бытовой комфорт от такого соседства и как вы думаете многим людям будет комфортно жить с лисой ну лесу надо заводить осознанно то есть хочешь не хочешь от нее есть специфический запах то есть ей нужно свое пространство потому что это животное по своей сути больше одиночка то есть это или отдельная комната или отдельная лоджия балкон вольер то есть ну там на усмотрение завести лесу неподготовленному человеку нет я не посоветую но я не посоветую также завести там собаку кошку то есть любое животное которое ну потому что любому животному нужно создать видоспецифичные условия и это в общем то касается всех понятно что лист содержит довольно много людей сейчас это довольно популярный домашний питомец но абсолютно каждую осень очень много отказников потому что первый год с лисой это откровенно ад то есть это сначала это миленький маленький лисенок это два-три месяца после это начинается подростковый период когда леса чудит не по-детски ну и очень многие тоже выпускают вот пока лисенок маленький миленький различные как это сказать различные моменты воспитания то есть ой он там не знаю пищевая агрессия ой как это смешно как это мило когда щенок вырастает это становится нифига не мило также и можно сказать про любой аспект потом получается у лисенка вступает осень начинается отделение скажем так от родителей и свое положение в обществе в котором он живет то есть это начинается как наверное у феников как вы говорили борьба за стаю то есть про проверка проверка человека что может быть я все-таки выше залезу ну и собственно и к листам это к сожалению тоже применимо получается потом идет гон когда животное тоже не адекватит особенно первый то есть даже если животное кастрировано но все равно проявляет какое-то какие-то свои моменты то есть те же метки как минимум то есть лисы могут еще при этом орать но опять таки как я говорю если вы готовы то готовы ли ваши соседи терпеть крики терпеть шкрябанье которые тоже может быть терпеть запах который тоже может быть если не до конца там ухаживаете или животное не кастрировано потому что он кастрированное животное пахнет мама не горюй даже если она уходит в лоток запах там хороший это же не редкая причина отдачи в том числе в частном доме это неуживчивость соседями то есть соседи тоже может не устраивать запах шум и так далее бывало случаи что в частном доме подкидывали отраву вольер это ценник зачастую как на экзотического животного ветеринарных клиниках то есть все лечения это не дешево это не кошка собака шума вообще много он много издает звуков звуков издает много конкретно у меня лишь немного истеричка поэтому он довольно разговорчивый мальчик и с ним первые полтора года это было очень много работы на процессы торможения и того чтобы он вел себя тихо то есть он сейчас даже сидит тихо подрывает но раньше это было бы гораздо более громко да еще близ не советую заводить аллергикам хоть я конечно и сама аллергик но как периодически пишут причина отдачи это аллергия ну во первых это специфический запах мы его можно почуять в любом зоопарке у вольеров с лисами то есть дома у вас будет пахнуть точно так же плюс лисы очень сильно линяю то то что он сейчас такой пушистый это потому что сейчас холодно летом он будет краткошерстный как краткошерстная кошка то есть хост будет точно такой же палкой и в принципе шерсти будет крайне много и тоже ну не все к этому готовы потому что это примерно как сама еда шерсти принципе дрессировки основа зоопсихологии получается ну такие же как для собак до обычные да то есть это положительное поощрение спасибо вам большое надеюсь это было познавательно для всех в общем нужно как следует изучить всю матчасть и не вестись на их милую внешность полностью осознавать что тебя ждет и очень любить свою лису чтобы завести лису верно бедный арс устал устал позировать но видите какой он молодец хозяйка говорит потерпеть он терпит терпит вот эту мариночку и вообще все это безобразие спасибо огромное за подробный рассказ о лисах если у вас остались вопросы по содержанию лис вообще по лисам подписывайтесь на инстаграм с лисой ссылка будет в описании и может быть если вопросов наберется на новый ролик то мы снова пригласим в студию я надеюсь что нам не откажет да и поговорим о лисах еще так дай пятку дай пятку давай пока морские черепахи охраняются законом этот вид внесен в красный список мсоп как уязвимый вид во второе приложение ситос в красные книги российской федерации краснодарского края и республики дагестан зерновский черепах сдержать дома без соответствующих документов незаконно что делать если вы уже приобрели серединоморскую черепаху как и